Приветствую всех зрителей телеканала «Славянский мир». Мы находимся в гостях у профессионального путешественника, эксперта по мировым цивилизациям и создателя Дома-музея «Славянский Кремль» Виталия Владимировича Сундакова. Виталий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько времени прошло от идеи создания Славянского Кремля до возведения? Ну, вы знаете, идея, наверное, и мечта-то была не о создании какой-то усадьбы или музея, о том, чтобы вся Россия, собственно говоря, вернулась к своему изначально, к изводу, искону. «Славянский Кремль» конкретно, ну, лет, может, 13-15 существует. При этом никаких там грантов, никаких спонсоров, никаких инвесторов, никаких бюджетов. Все своими силами. Все своими руками и с помощью своих друзей, товарищей и людей, которым это интересно. Кто гвоздь, кто доску там и так далее. Шесть бревен завез сюда, они год лежали на пашне, эти шесть бревен, потому что больше денег не было. Потом я купил старую избу на Вятке. Раскатал ее, перевез, поставил печку, сани, на сани тулуп бросил, на санях спал, печку топил и уже рубил этот терем. Когда говорят, тебе государство помогает, я говорю, как вы себе это представляете? Я прихожу домой и пишу, дорогое государство, помоги мне. И приходит почтальон, говорит, вам тут от государства письмо пришло? Низкий поклон, поясной, что государство не мешает. Хотя целый ряд проектов как бы мешает, как бы, потому что они невозможны к проведению год от года законодательно. Я проводил каждый год детские лагеря «Славянская дружина» и спрос по всему миру. Потому что дети погружались в эпоху 9-12 века. И одежда, и питание, и ремесла, и навыки, и так далее, и так далее. В том числе инструктора были, ремесленники. Чтобы не перечислять все, согласно законодательству, проживание детей в деревянных строениях запрещено. Точка. Пункт второй. Животных на территории быть не должно, там, где дети. Два. А как? А если у меня лошади, коровы, козы? Если мы их учили доить коров, делать творог, или сажать фрукты, или овощи, и так далее. И открытый огонь запрещен, нормально, без костра, там, и так далее. Как какой-то лагерь. Ну и вот так по каждому пункту. Я говорю, а что можно? Можно асфальт, бетон и дискотека. Что меня совершенно не интересует. Поэтому это не государство запретило, а законодательные те или иные акты, которые сделали невозможным целый ряд простых, красивых, значимых, безопасных. Почему безопасных еще инициатив? Потому что я еще и ведущий у нас в стране эксперт по комплексной безопасности. Я инициатор, один из инициаторов создания МЧС в России, автор дисциплины ОБЖ во всех школах России, автор энциклопедии по безопасности, создатель первой школы безопасности при Академии наук, школы выживания из 70 филиалов по всей стране. И детские экспедиции, которые я проводил, в том числе и в Афганистане, и в Лаосе, и так далее, где у меня самым младшим было 6 лет, и на необитаемых островах. Поэтому безопасность, конечно, прежде всего. Я за нее отвечаю. За все остальное просто нельзя. Нельзя осуществлять эти проекты. Виталий Владимирович, а как часто у вас в гостях бывают иностранные туристы? Как они реагируют на все, что создают? Очень часто хотят. Это не значит, что всегда бывают, когда хотят. Но вожди североамериканских племен делегаций, например, приезжают. Или масаев, которых привозили сюда, мичи. Они тоже были в славянском Кремле. Делегации просятся часто с начала возведения Кремля. Подъезжают автобусы, говорят, мужчины, отойдите в сторону, и начинают им тут рассказывать. Когда я спрашиваю иностранцев, почему суда, они говорят, нам хочется Россию посмотреть, Русь. Старинно. Нас по церквям таскают. Но церкви у нас покруче ваших есть. Мы сюда не молиться приехали. А где исконная Русь? В чем ее можно увидеть, помимо лаптей, матрешек и сувениров советского периода? Для меня важнее интерес соотечественников. Поэтому и инвалиды, и пенсионеры, и детские победители различных географических олимпиад. У них главный приз – это посещение моего дома. Но не каждый может желающий сюда приедать. Нет, на праздники может каждый желающий. Каждый месяц мы проводим коллагодные праздники. Все славянские праздники, они же каждый месяц, поэтому здесь сотни до тысяч людей бывают с семьями, приезжают сюда на эти коллагодные праздники, потому что один из них не похож на другой, они все разные. Это во-первых. Во-вторых, фестивали. Десять лет я проводил фестиваль «Купала на рожайке». Это музыкальный фестиваль, который идет в купальскую ночь. Всю ночь с вечера до утра. Тридцать коллективов. Но это не этнографический фестиваль. Это и поп, и рок, и кантри, и фолк, и классика, и самые разные направления. Просто он идет в купальскую ночь. Потом реконструкторские фестивали. Например, на самом большом фестивале «Городецкое гульбище» было 5000 участников из 12 стран. И две недели продолжался этот фестиваль. И когда Обама сюда приезжал с визитом, мне звонили, говорили, можно мы его привезем? Нет, конечно. Поэтому не всем мы разрешаем. А почему нет? Ну, потому что служба безопасности, а у нас тут люди с острым железом ходят. Просто этот фестиваль бы прикрыли. А помимо фестивалей, праздников, какие еще мероприятия здесь проводятся? Мастер-классы. Русская школа русского языка. Мастер-классы ремесел. Детский лагерь «Славянская дружина», как я вам уже говорил. Ну, свадьбы бывают славянки. Сын у меня женился, например, первый. И все информационные каналы показывали российские. Первая славянская свадьба со времен там, не знаю каких. Расскажите поподробнее, что можно увидеть в вашем музейном комплексе. Здесь две сотни экспозиций, где мы сидим с вами. И две сотни музеев, например, желают иметь хотя бы на временное экспонирование эти экспозиции. Это раз. Второе, здесь стоят строения, те или иные. Одно перевезено с Вятки, другое там с Полярного Урала, третья с Мурома и так далее. Вот мельницу я спасал, там шатровая мельница, едва ли не единственная действующая в России стоит на территории. Здесь же стоит единственный ведический, или, как сейчас говорят, языческий храм, действующий, в котором уже сняли десяток эпизодов к художественным, документальным фильмам. И российское телевидение, и нероссийское. Увидеть здесь можно людей, и самое главное, потому что приезжают, в том числе и голливудские кинозвезды, и главы администрации других стран разного уровня, и знаменитые поэты, писатели, актеры, режиссеры, спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и так далее, и так далее. Люди все время едут. Я про паломников вообще уже молчу. Поэтому у нас есть сайт, и мы говорим, люди, иди туда, смотрите, когда у нас праздники, а все остальное время это мой дом. И поэтому нет никакой возможности, потому что нет никакого персонала, потому что нет никаких средств на то, чтобы это сделать постоянно действующей, открытой площадкой. Приезжают делегации с разных городов России, с вопросами и консультациями по поводу того, как нам открыть подобное у себя, или как нам такое сделать. Это возможно. Ну, вы знаете, я им объясняю, что легко берете в аренду или покупаете землю, делаете генплан, нанимаете строителей и строите. Какие проблемы? Это у нас сегодня какие времена? Да? А где взять деньги? Я говорю, нет, ну это другой вопрос, где их взять? Я не знаю, где их взять. Я все, что я зарабатываю в качестве эксперта или руководителя экспедиции или автора книг или фильмов, я все сюда закапываю. Виталий Владимирович, вы говорили, что славянскую культуру необходимо возрождать. А почему это нужно делать? Ну, потому что она почти умерла. Как умерла почти наша страна еще не так давно. Почему славянские традиции сейчас нужны современному человеку и важны? Вы знаете, ведь не все это понимают. Современному какому? Современному человеку они важны и нужны. Русскому человеку, конечно, важны и нужны. Потому что это любовь, счастье, долголетие, здоровье, удобство, богатство. Это очевидные вещи. Просто вещи очевидные. Это не имеет никакого отношения к религии. Традиция – это культурно-исторические коды. Это такой жизненный, всеобщий соборный уклад, когда все работают на то, чтобы всем было хорошо, безопасно и счастливо. Вы эти примеры можете стяжать даже в недалеком историческом периоде, в советском. Вот, например, в советские времена было коллективное воспитание. Если там пацан захотел покурить, он прятался не только от родителей, он прятался от взрослых. Потому что любой взрослый увидит и надерет уши. Любой. Это коллективная педагогика. Сегодня родители боятся выпустить ребенка из-за кого? Из-за его же сверстников? Нет, из-за взрослых. А это вот было-то совсем недавно. И примеров тому огромное количество. Когда вот те самые культурные коды вдруг поменялись с белого на черного, мы постепенно превращаемся в левый берег, то есть в западную цивилизацию. Вы считаете, вернуться обратно можно? Нужно, понятно, но возможно ли? Понятно, если мы не хотим, чтобы произошло расчеловечивание, просто необходимо. Если мы не хотим, чтобы у нас ничем не отличались мужчин от женщин, чтобы у нас семья не строилась по каким-то бизнес-контрактам, чтобы деньги не были главным в жизни человека, а не то, что он на них хочет приобрести, и так далее, и так далее. Это же очевидно. Если мы не хотим, чтобы мы убивали друг друга, значит, одни на дорогах, другие продуктами, третьей медицины, четвертой образованием, и так далее. Каждый день убивают друг друга на своем месте. Ну, это же чудовищно. Поэтому это интересно. Не для того, чтобы мы тут ходили ряженые вышиванки, там, значит, какие-то носили коллагодные символы, и, значит, дружно взявшись за руки, кричали «Слава Велесу, перунули свароку». Да не в этом дело, не про эту традицию мы говорим. Это внешние символы, которые тоже необходимо понимать. Есть огромная опасность, что традиция превратится в очередную религию, чего ни в коем случае не должно произойти, потому что религия, ну, если говорить о русской школе русского языка, то ее буквальное написание «релингвия». Лингвия – это язык, религия – это антиязык, антиязычество. Ну, а язычество – это азычество, это азы человечества, это основы. И поэтому, если мы античеловечество хотим, если мы хотим антиестество, ну, давайте. Уже я не знаю, что можно придумать и что можно сделать разрешенным, что называется. Поэтому, значит, необходимо, чтобы с этими знаниями или культурными кодами ознакомились уже хотя бы идеологические структуры. Где у нас министерство пропаганды? Что такое культура? Культура – ведь это не мода. Культура – это не этикет. Культура – это не искусство. Культура – это система табу и ограничений в русской традиции, в русской космотике, в отличие от космогонии западной, в русской софии, в отличие от философии и так далее. Вот от совершенно противоположных вещей. И это настолько очевидные вещи, настолько приемлемые, настолько привлекательно волшебные, что все больше и больше количества людей хотят ознакомиться как минимум с традицией и хотят жить по традиционным ценностям. А что такое человек согласно славянскому меропониманию? Человек и люди – это разные категории в славянском меропонимании. Человеком надо стать, есть искусство стать и быть человеком. А в люди надо выйти. Люди – это на высоком берегу, наверху, на левом, на противоположном. Вот остань, будь уже человеком, говорят, достань уже человеком. Это вот как бы люди нет в единственном числе, а человек нет во множественном. При этом, если нас много, как нам сказать об этом? Да легко, два человека, три человека, десять человек, два человека, сто человек, две тысячи человек. Но человек к человеку. А люди – это масса. Да? Однородная. Вот разность хотя бы в понятийных изводах, да? Слово самого человека и слово люди. Виталий Владимирович, благодаря вам за такую интересную беседу. А зрителям напомню, мы были в гостях в доме музея Виталия Владимировича Сундакова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова